Если присмотришься, ты увидишь, насколько это сложнее, чем кажется. Они ищут, вот, зачем я живу, что я здесь делаю? И там есть, ну, может быть, даже это не кайф и удовольствие, это такая-то энергия там появляется. Оно мне говорит о, как бы, ну, настоящести моего намерения. Желание посмотреть, где я нахожусь. Потому что этот разговор, как я тебе сказал, я готовил его давно. Мысль об этом разговоре у меня еще была больше года назад. Но каждый раз, когда я думал, что вот-вот он произойдет, вот-вот он произойдет, всегда было какое-то очередное знание, которое меня останавливало. Было какой-то или Декарт, или Кант, или кто-то, кто давал мне, как бы, такую... Опомнись, посиди еще и потом поговори. И понимаешь, я поймал себя в моменте, что я постоянно этот разговор оттягиваю, оттягиваю, оттягиваю. И тут как-то вот так вот совпало все, что я решил нет. Или я поговорю с Армисом. Знание, как тормоз, отошло на задний план, и ты освободился от этих тормозов. Да, я понял, что это бесконечный цикл. Если я буду гнаться вот в постоянном вот в этом поиске знания и ждать, пока у меня вот это высшее осветление не придет, и тогда я с тобой поговорю, я понял, что это тогда я с тобой никогда не поговорю. Ну, слава богу, что ты вышел из этого круга. Да. Заколдованного. Круг по правду заколдованный. Когда я первый раз с тобой дома побывал, мы с тобой почти 10 лет знакомы. Вот этот журнал, это первое мое знакомство было с тобой. Здесь написано «Осень 2012». Я так понимаю, что это и знаменует примерно начало нашего с тобой знакомства. Может, даже заочного чуть до этого. Когда я побывал теперь раз дома и увидел эти стопки книг, я тебя спросил, как много времени у тебя ушло, чтобы прочитать эти книги? Ты мне сказал 20 лет. И тогда вот у меня мысль была «О, как круто!» Первая моя мысль была «О, как круто!» Как много он прочитал. Сейчас у меня совсем другие мысли по этому поводу. Сейчас у меня мысли, что как много вопросов было у Арниса. Я могу ошибаться, ты меня поправь, но это как бы мои восприятия вот этого, этих стопок книг. Как много вопросов было у Арниса, что он так много и так тщательно искал ответы на них. Так, вот в этом высказывании есть вопрос? В этом высказывании скорее просто какое-то наблюдение и понимание того, что вот эти знания все… Вот скажи мне, как ты идешь к знаниям? Мне такого нет. Но меня как бы насторожила идея, что я иду к знаниям. Я думаю, что я окликаюсь на какую-то внутреннюю тревогу. Но если у этого движения вообще есть какое-то направление, то это не к знанию. Я не ищу знаний. Когда я сознательно в этом процессе участвую, я ищу более изощренное незнание. Я хочу не знать, но глубоко, по-настоящему, серьезно не знать и осознать свое незнание. Это как бы не избегание некого возможности накопленного какого-то опыта и знания. Это просто другой вектор интереса. Потому что вот эта идея, что знание сила и там вообще знание просвещает и освещает и все это делает, как бы не мое. Я не чувствую себя комфортно, ну то есть не просто не чувствую себя комфортно. Мне противно находиться в среде знающих. Не потому, что я вообще-то бы хотел находиться рядом вместе с знающими. Но, к сожалению, когда я говорю противно, мне... Потому что это оказывалось, что все, которые прикидываются знающими, просто прикрывают свою глупость или незнание, или пустоту. И вот я понял, я не хочу фиктивного знания. Я не хочу знаний, которые потом окажутся ложью, или знаний, которые потом окажутся только вопросом. Я хочу сознательно двигаться в направлении незнания и осознанного незнания. И в какой-то мере книжки, они очень помогают к осложнению мира. Ну, то есть вот не читаешь и все просто. Почитаешь и все становится сложнее. Еще вчитаешься и задумаешься, и все становится еще на уровень сложнее. И тем самым, ну, какое-то смирение приходит. Потому что, ну, претензии к знанию в сложном мире, они очень сомнительны. Горе от ума. Не знаю, а в чем... То есть, ну, смотри, я ухожу к какому-то, например, там, вот учителю, да, беру кого-то, там, грека или еще кого-нибудь, да. И у меня всегда больше вопросов после прочитываемого. И так получается, что я ввожу себя. Вот как ты говоришь, что Рига Слайкс, это журнал, он вам не нужен. Ты часто это повторяешь. Да. Вам не нужен для простой, спокойной жизни, вам этот журнал не нужен. И так оно и есть. Для спокойной, не думающей, не ставящего себя в неудобное перед самим собой положение жизни, эти вещи, они не нужны. И получается, что мы как бы осознанно идем к вот этим, ну, это какие-то ментальные дискомфорты. Потому что каждый вот великий человек, когда ты начинаешь его изучать, он тебе создает столько много проблем. Да. Что ты как бы думаешь, зачем, вот зачем я столкнулся с ним. Нет, я согласен. Каждый настоящий мыслитель осложняет твой мир до как бы предела. До предела осложняет нахождение в мире. И тем самым, конечно, может появиться какая-то тревога и неудобство. Но есть особое удовольствие и кайф находиться на пределе возможного или на пределе невозможно. Ну, там, на границе этих. Я знаю, что я не могу выдерживать эти состояния долго. Но когда я попадаю в них, вот изумление перед сложностью чего-то, которое я могу увидеть после того, как я прорылся через какую-то, ну, вот, нору, нору сделал. И увидел, что все, что мне казалось там на поверхности, совершенно не соответствует тому, что вот если присмотришься, ты увидишь, насколько это сложнее, чем кажется. И там есть, ну, может быть, даже это не кайф и удовольствие, это такая-то энергия там появляется. Ну, почти, не знаю, хтоническая или такая, ну, какая-то сила, несущая тебя, если ты доходишь до какой-то грани. И оно, ну, в конечном счете, оно доставляет огромную радость. Вот сам вопрос нахождений на пределе возможного вопрошения приносит огромную радость. Я, конечно, слышал от Декарта, что радость свидетельств понимания. Ну, то есть, он говорит, вот, знак понимания – это радость, которую ты испытываешь, поняв что-то. Ну, вот, может быть, вот эта радость понимания во мне живет, как радость незнания или изумления и предсложности. Угу, угу. Возможно. Декарт, ты сейчас просто вспомнил Декарта. Я, знаешь, когда уже все, да, с тобой договорился об этом разговоре, понимал, что он состоится, я начал, у меня внутри такая началась паника, потому что разговор с тобой – это разговор с человеком, знающим много. И вот в этом даже, ну, в подготовке к разговору с тобой я сидел и думал, что я могу тебя спросить, что я могу тебе рассказать. И я поймал себя на такой вещи, что я как будто бы, вот, перечитывал какие-то интервью, пересмотрел какие-то вещи, твой TED Talk, включил шикарный фильм «Философ». Сбежал. Сбежал, да. Да, но, честно, не включил этот фильм, не весь посмотрел, а именно разговор, именно разговор с Атаром, потому что разговор Пятигорского с Атаром – это вот для меня почему-то такая услада. Мне нравится, как он начинает этот разговор. Ты не представляешь, насколько все смешно. Да. Твое сознание смотрит на этот мир и просто пожимает плечами. Это очень красиво. И если они отвечают, мальчик, а ты по сентенсии попроще не можешь? Да, да, да. Вот, и говоря о сентенсиях, я как будто, знаешь, искал какие-то сентенсии, которые тебе преподнести, и я себя поймал на мысли, что я как будто тебя хочу своим каким-то сентенцией или вопросом удивить. Понимаешь? А я понимаю, что удивить тебя очень сложно, и мне вообще такой цели преследовать даже не надо. Ну да, это лишнее. Поэтому я отодвинул это все. Лишнее усилие, да. Да, я перестал. Мы говорили о Декарте, это единственная сентенция, она у меня не была подготовлена, она у меня была давно записана, и мне просто раз ты вспомнил его, интересно твое мнение об этом. Это маленький-маленький отрывок, я его прочитаю, а ты мне скажи, что ты думаешь. Я не буду называть самую известную фразу Декарта, но я мысленно с этим существую, потому что ее разбирать нет смысла. Вот это меня зацепило. Мы сами сознаем себя несовершенными лишь потому, что измеряем свое существо идеей всесовершенного существа. Значит, это последнее не есть наша выдумка, не есть и вывод из опыта. Она могла быть внушена нам, вложена в нас только самим всесовершенным существом. Это Декарт объясняет таким образом существование Бога. Ну или какое-то разумное доказательство, разумный довод в пользу существования Бога. Ну, оригинально, конечно, это не его идея, он взял ее в готовом виде у Августина и его последователей. Но идея, она вообще вызывающая для, как бы, такого обиденного рассудка. Она вызывает, во мне она вызывает некий трепет, а идея же простая. Если у тебя есть возможность увидеть свои недостатки, то такая возможность у тебя и способность только благодаря этому той оптике, которая дает в твоем же, в тебе существующей идеи совершенства. Божий фокус. Ну, как бы, да, который ты не мог сам породить. А это вызывающая идея, потому что она настолько детски проста, ну, как бы, ну, любой может задуматься, откуда ты видишь свои несовершенства. Только из некого совершенства. Ну, ты сам-то несовершенен, так это в тебе, но не твое. Вот, само допущение Декарта, что в нем существует что-то, что не его, что привнесено, ну, свыше, там, ну, или Всевышний в нем посадил эту идею совершенства, потому что сам он не мог ее породить. Это настолько детская, простая идея, но в ней, я сегодня случайно вот так совпало, что я сегодня этим текстом, этот текст обсуждал с двумя англичанами. Не совпало. Ну, как-то так вот, да, управляемые совпадения, как говорит Бронислав. И я понял, что я до конца не могу даже, ну, то есть я не вижу, в чем вопрос. Ну, это настолько очевидная правда, о которой он говорит. Хотя он оперирует такими, ну, предвзятым или допущением, что изъян свидетельствует, вот, за внимание к своему изъяну уже свидетельствует о присутствии совершенства. Что, может быть, ну, можно ставить под вопросом, но мне как-то не хочется. Мне кажется, что это красивая мысль. Это действительно красивая мысль, с помощью которой каждый может убедиться, что в нем, как в человеческой душе, есть что-то больше, чем человек. Что в нем, во мне, как в человеческой душе, есть что-то выше, чище, совершеннее, чем я сам. А это, это интересно. Вот это, ну, как так? Потому что получается так. И своей простой, она очень легко переваривается, эта мысль. Это не что-то, что тебе, с чем нужно тебе вот ходить долго и вот ломать свою голову, что же он имел в виду. Ну, да. Да, ну, это может понять любой человек, который понимает, что читается там. Но странно ведь то, что это, хотя он это приводит как довод в пользу существования Бога, это никого, исторически никого не убедило в этом. То есть это больше работает не для убеждения тех, у которых, как бы, ну, отсутствует идея Бога, а для помощи тем, которые уже эту идею имеют, как о ней думать, как это впустить, ну, как допустить, что эта идея часть всех мыслей, которые я могу иметь. Ну, по-моему, это, хотя бы минимально говоря, эстетически это красивая мысль. Или, как говорили итальянцы, по-моему, это звучало так, синоно веро, ма бен травато. Если даже неправда, то красиво придумано. Да, супер. Это было очень сильное разочарование, потому что это было разочарование в своем собственном труде. Ощутил я его после того, как вернулся в Ригу после окончания института и пришел к тебе на лекцию. И я сижу на твоей лекции на заднем ряду, как приглашенный гость твой. И ты начинаешь обсуждать апологею Сократа, говорить о никомаховой этике. И я сижу и себе задаю вопрос, зачем я 3,5 года своей жизни потратил на изучение макро-микроэкономики, social responsibility, вот эти все вот эти вещи, которые настолько узкие, настолько мне неинтересны, а просто вот чтобы эти знания получить, потому что вот нужно традиционное высшее образование, которое там должно быть слово маркетинг, там должен быть слово бизнес, там должно быть слово экономика, когда я мог изучать это, когда я мог приходить в аудиторию и обсуждать с людьми апологею Сократа. Очень сильное было разочарование. Интересно, и что ты с этим разочарованием потом сделал? Занялся сразу же, начал читать, начал читать, начал читать, как умышленный. Так это хорошее разочарование, оно как бы повернуло внутри тебя некий поток, и это же замечательно. Однозначно, просто оно меня, знаешь, натолкнуло на дальнейшие мысли. Смотри, традиционное образование, что ты вообще о нем думаешь? Двух слова. Ну, традиционным называя, ну что? Школы, институты, именно вот все академические, которые у нас есть, веками устоявшиеся, никак не меняющиеся. Смотри, бизнес-школы, это не веками устоявшиеся, это очень молодая институция, по-моему, совершенно лишняя. Она как бы для вторичной сигнальной какой-то системы для рынка, ну что этот человек вообще умеет читать, может стоять на ногах и вообще способен коммуницировать с другими, ну это можно и дешевле как бы сообщить друг другу. Не надо там проходить через самые дорогие институции, чтобы сообщить про этого человека, что он способен на эти вещи. Читать умеет, ходить вертикально умеет и коммуницировать с кем-то другим еще умеет. Потому что бизнес же изучает на практике и там намного больше, ну коэффициент какой-то эффективности и так далее. Но традиционное образование, это же, ну, мало отличается, традиционное, как я его понимаю, оно мало отличается от самой философии. Образование и философия это одно и то же. Ну, как я это, философия это... Но в современном, извините, ребю, образования и философии нету. Какая философия в вот этом... Ну, так, тут я, ну, как бы, прицепился... Стандартилизации вот учеников, все вот это... Согласен. Но я прицепился за традиционное образование. Я понял. И поэтому я как бы реагирую на это традиционное. Мне мало... Я мало понимаю, чем, ну, сейчас, ну, почему люди идут там получать дипломы и так далее, этого я не знаю. Ну, вообще-то так сделана сигнальная система вокруг трудового рынка. Ну, им надо какие-то некие сообщения. Все же это началось с больших корпораций, которым нужны были инженеры, тот же Форд. Но давай смотримся в корень. В корень философии это программа образования человека. Философии, как она придумана Платоном, это что надо делать душе, развивающейся и, как бы, культивирующей себя. Ну, просто. И вот, когда греческая модель переносится в латынский мир, помнишь, Цицерон переводит слово философии, он переводит словами культура анемии, то есть культивации души или ума. Это вот то, что, как понимается, философии, это основа всего образования. Это возделывание души или возделывание ума для того, чтобы ум был способен делать все, что ему заинтересует, он готов себя применить туда и туда и туда. И этот идеал образований, он сохранился, ну, в Америке, например, в либеральных колледжах, он, как бы, в лучших примерах, он сохранился. Этот идеал, что это не значит передать какую-то специальность. Это значит подготовить ум таким образом, чтобы он был открыт к познанию нового, чтобы он мог себя применить в разных областях, мог быстро научиться, чему вот ему заинтересует. Основная, ну, масса западного образования, не только западного, это специализировано, они специалистов делают для какой-то области. А это, конечно, ну, тюрмы, это, как бы, это не свободное образование, это, ну, не просто рабское, это специалист, это подчинен некой системе. Специалист в чем-то, он подчинен более большой системе, которым это нечто, в чем он специалист, ну, имеет некую функцию и место. Это не свободное образование, а образование, которое совпадает с философией или в своих истоках совпадает, это свободное образование, которым человек не получает специальность, а получает навык возделывания ума. Что, конечно, ну, задача для всей жизни, а не для четырех лет или для шести, там, и так далее. То есть, ну, мои соображения по поводу образования, они имеют такой, ну, как бы, исторический перспективу, и я думаю, что я лучше понимаю исторические идеалы и задачи образования, чем сегодняшнюю реальность образования. Сегодняшняя реальность, понимаешь, моя главная претензия вообще вот к школе элементарно, то, что вот эти души, про которые ты говоришь, которые должны культивироваться, они ломаются и заставляют учить вещи, в которых у них нет предрасположенности, нету главного интереса. Потом их родители ругают, что они плохо знают тригонометрию и как x, y эти функции работают. Но это же полный абсурд. Как можно заставлять ребенка, если он не предрасположен к математическим знаниям, идти и унижаться, потому что это унижение. Это унижение идти и получать плохую оценку. Я любил математику, но многие вещи, которые я не любил, мне приходилось в школе делать. И не было никакого абсолютно выбора, не было выбора. Почему сегодня, когда весь мир поменялся, коммуникация между людьми поменялась, транспортные сообщения, социальные сети, все поменялось, а у нас школа как была, вот 12 классов, 12 лет учения каких-то узких вещей, которые сразу же откидываются после того, как человек уходит в институт, он их забывает, потому что у него ментальный блок. Я тут отреагирую с более недавней историей появления общеобразовательных школ. Общеобразовательные школы это совсем недавняя история. Ну, то есть этому феномену 150-170 лет. Общебратенную школу, ты все эти школы мы заканчивали? Ну, конечно. Ну, с обязательным там средним образованием, в основном, в большинстве. Да, курифму, который идет как бы стандартом. И их корень двояк. Ну, как я, ну, в таком упрощенном виде, я бы представил их корень двояким образом. Это, во-первых, идеалы просвещения, которые исходят из предпосылки, что все знание должно быть передано каждому. Вот каждый должен знать все, что мы знаем. Это же абсурд. Конечно. Ну, этот абсурд в 18 веке, в конце 18 века, когда эта идея сформулировалась, оформилась, это было не абсурдно, потому что это было, ну, это можно было объять. Сейчас это непредставимо. То есть человек может миллионную часть порожденных зданий, ну, так более-менее за время жизни там, может быть, и осознать. Как я, вот недавно у меня был прекрасный разговор с человеком, который 6 лет, ну, как бы, изучал и стал главным специалистом в мире по порче зубов особой породы, ну, то есть, как это, из чего рождаются комары? Ну, они, вот есть эти рак, не рак. Личинки? Да, вот, у личинка, у особо одного рода есть там порча зубов особого структура этих, ну, то есть, при наличии в среде, где они обитают, там, больше одного металла или какого-то, у них особым образом портятся зубы. Вот он 6 лет исследовал способы порчи этих зубов. Он специалист, стал лучшим в мире по тому образу, как у этих личинок портятся зубы. И когда он стал лучшим специалистом мира по этому вопросу, ему стало очень одиноко и скучно. И он начал искать, ну, что еще можно в мире. У кого еще портятся зубы? Нет, нет, он сейчас уже создает вместе с командой образ. Я не понял, у кого портятся зубы? У личинок. Они, как бы, ну... Когда они прокусывают вот эту свою... Ну, они что-то едят там, какие-то свою, ну, свою среду. Как в этом анекдоте, уже до мышей, да, докопался. Дальше, дальше. А сейчас он с командой создал образ, первый образ межгалактического корабля, который мог бы вылететь из Солнечной системы. Европейская космическая агентура опубликовала образ этого корабля, который будет расти во время полета. Ну, вот сейчас. А это почему? Ну, что он, он изучил один вопрос, стал лучшим специалистом. Там ему стало одиноко и он начал изучать, а что вообще еще и много, оказывается, еще неизвестно. Но, возвращаясь, то есть, объемность всего знания, это была одна из идей 18 века. Второе, это социальное успокаивание граждан. Граждане должны быть покорными, они должны примерно все знать одно и то же, чтобы не было революции и войн, ну, чтобы... гражданских войн. Для этого всех будем обучать одному и тому же и спокойно. Истории мы им подстроим для спокойствия и душ. Вот эти две идеи. Одно, что общее образование успокоит гражданское население, они станут, ну, как бы не будут выпрыгивать из штанов, и что все знания объемные, это две корни, на которых стоит и растет общая образовательная система. Они все гнилые, эти оба корни гнилые, их давно можно было бы заменить чем другим. Но система образования инертная, и поэтому, ну, там, не знаю, школа Вальдорфа и другие, Монте-Сори, это попытки других педагогик, которые уже существуют в Европе, они как альтернативы доступны, но они никогда не будут так масштабироваться, как общеобразовательная система, ну, обязательное образование. Ну да, потому что там госструктуры. Но я думаю, что те институты, те школы, которые просто превратятся в Netflix, в YouTube, ты смотришь то, что хочешь, ты учишь то, что хочешь, ты приходишь, тебе дают, вот, выбери, скачай аппликацию, выбери предметы, которые ты хочешь учить, будь то философия, будь то какие-то узкие вещи. Есть онлайн-школы, конечно, с возможностью, ну, так, чтобы каждый мог для себя выбрать, что он учит то, что, ну, это только вот эти альтернативные. Да, это должно быть какого-то, конечно, определенного класса, но, например, с класса 5-го, когда уже, как бы, есть такой, знаешь, базис какой-то, вычитание, таблица умножения и все, когда идет дальше углубление в химию, в биологию, в анатомию, все эти вещи, ну, ребенок должен иметь право выбора, что он хочет изучать, что нет. Прям, ну, то есть в долгосрочной перспективе непонятно, каковы были бы результаты, если сейчас дети просто бы выбрали, что они хотят изучать, непонятно, были бы, хотели бы они изучать что-то другое, чем, не знаю, программирование, ну, возможно, хотели бы. Есть же уже данные, что дети, которые на домашнем обучении, на домашнем образовании, что они всегда более предрасположены к креативному мышлению, что они всегда более как-то вот находят себе какое-то интересное занятие. Возможно, я не знаю, но я знаю, что недовольство это, оно давнее, оно уже ему больше 100 лет, этому недовольству, и отдельные альтернативные модели образований существуют и успешно. Просто они никогда не масштабируются таким образом, как то, что обязаловка вот такая, ну, которая имеет политическую функцию создавать послушных граждан. А пока не отменена такая игра, как, или такое предприятие, как государство, пока это не отменено как идея, послушных граждан требуется делать, их надо как-то створить. Ну, и теми, кто управляет этим государством, большим корпорациям, нужны рабочие, рабочие. Ну, вот, поэтому мы тут немножко уходим в такую, ну, мы как бы можем увидеть слабости, но понятно, что все эти явления, они имеют и какую-то внутреннюю необходимость, иначе бы они не существовали. То есть, что-то в них нуждается. У меня еще такой тогда вопрос, он как бы вытекает, но чуть другой. Как ты можешь объяснить мне поколенческую амнезию? Почему каждые 20 лет новое поколение полностью стирает весь предыдущий опыт всего человечества и как будто начинает заново? И это во всех вообще вот стихиях, будь то, я не знаю, отношение к каким-то авторам, которых там находят заново, какие-то знания, какие-то вещи, там, не знаю, вот, ну, вообще, связанные с корпорациями вещи, они вообще вот, ну, например, меня недавно это просто шокировало, самая крупная пищевая компания в мире, Несле, в среднем 100 миллиардов в год у них оборот. Они просто, ну, как бы, они убийцы, они убийцы с большой буквы убийцы, и не просто как бы в гипотетическом каком-то понимании, что они там вредные продукты ГМОшные делают, и детей травят всеми этими Несквиками, там, этими хлопьями, нет, они реально как бы убивали людей. Первое правило экономики, которое тебе рассказал, когда ты приходишь на первое, на первое, там, занятие, что это? Спрос рождает предложение. Это самое большое вранье за всю историю человечества, за всю историю экономики и бизнеса. Спрос рождает предложение в каких-то, ну, в первых нуждах человеческих. Мы хотим кушать, нам есть спрос, нате нам еду. Но эти большие корпорации давным-давно, это правило они сами внушили людям, чтобы на этом играть. Я тебе объясню, как. В 60-м годах Несле выпускает детское питание. На тот момент, в Америке они запустили это первое, на тот момент надобность в детском питании для мам, которые не могут кормить своих детей природным, ну, естественным путем, был рынок 200 тысяч человек. По Америке или в мире? По всей, по Америке. И по всему миру эта цифра колеблась, да, возле, ну, вокруг миллиона. То есть не было рынка для этого продукта, абсолютно не было. Что они начали делать? Они начали сидеть и думать, как рождать вот этот спрос. То есть, понимаешь, полностью от обратного пошли. И почему я говорил, что, как бы, ну, они убийцы? Потому что, когда они начали заходить во все эти рынки агрессивной рекламой, там, врачи начали советовать женщинам. То есть, ну, если так углубляться в эту тему, столько много проблем генетических в развитии детей. Начались в тот момент, когда появилось питание для детей, когда мамы начали допускать мысль, что поверили рекламе, поверили корпорации, которые зарабатывают на них деньги, что кормить вот смесью полезнее, чем обычно, ужасные вещи происходили. Но самые ужасные вещи происходили в Индии и в Африке. Где, когда нас зашли вот с этими продуктами, все эти продукты делаются на воде. В Африке и в Индии нету доступа к чистой воде. Поэтому, да, когда они начали вот, ну, готовить эти смеси, малообразованное население там, которое под давлением рекламы, начались страшные эпидемии, малярии, дети начали умирать. И глава Несле даже пристал перед Конгрессом. Он отвечал перед Конгрессом за вот эти деяния. Но, конечно, ничего этого не было. Но ты звучишь как такой левый критик капитализма, который против того, что все направлено к прибыли, там построено на алчности, и гнилой капитализм надо... Смотри, то, что капитализм гнилой, меня, в принципе, как бы, ну, типа, для меня это не новость. Солнце светит, и оно, типа, теплое, да? Как бы, выпьешь воды, напьешься, типа, для меня это не новость. Для меня, вот, почему я вопрос-то задал, как ты вот, откуда это... Это потому, что на знание монополия, то есть контролируют информацию те, у кого есть деньги, опять же, эти корпорации, почему люди так легко забывают эти вещи. Еще один пример. Вот давай уйдем от Несле. Они еще, помимо этого, выкупили источники воды возле Индии, что у нас, в Пакистане. И люди начали просто умирать, потому что чистой воды не было. И тоже их за это судили. Это тоже, это, мне кажется, 70-е. Это когда бум бутылированной воды начался, потому что до этого тоже воду в бутылках никому не надо было. А тут производство пластика. Ой, пластик, это вообще отдельная проблема. Ты знаешь, что переработка пластика – это самый большой обман в мире? Нет, не знаю. Переработку пластика придумали компании, которые делают пластик, чтобы люди дальше пластик покупали. Вопрос пластика, не стоит его переработки, пластик надо убрать. Пластик даже переработать нельзя. Если вот любой человек углубится в этот вопрос. Вот эти все заботы твои о страшном мире, ты почему о них мне рассказываешь? Я пытаюсь понять, с чем связано вот это. Вот я ее называю, может быть, как-то есть другая терминология более понятная, но я ее называю поколенческой амнезией. Почему каждое поколение полностью игнорирует опыт предыдущего? Почему, например, мы живем в свободной стране, и мы полностью забываем тот факт, что все наши родители родились в Советском Союзе? И что это был совсем другой мир. И мы как бы даже не пытаемся углубиться и прочувствовать, а какой он был, а как люди жили, а как это было по-другому. Мы как бы все смотрим в будущее, вперед, в социальные сети. Я тебе еще один пример просто приведу на этой теме. Маршальские острова, ты слышал про них? Ну что такие есть. Ты знаешь, что такие есть, да? Ну да. Я до недавней поры не знал, что такие существуют. Это острова, которые находятся возле французской Полинезии. Французская Полинезия – очень излюбленный курортный город супербогатых миллиардеров. И совсем недалеко… Не город, а архипелаг. Ну, архипелаг, да, да, перепутал. И совсем недалеко от него, северо-запад, располагаются эти Маршальские острова. Когда Америка выиграла Вторую мировую войну, уже после Ипонии… Там недалеко какие-то эти атомные… Не, Арнис, не просто они бомбили эти острова атомной бомбой. Там еще как бы чуть-чуть больше есть вот этого ужаса. То, что они бомбили эти острова, это одно. Они людей не вывезли с этих островов, чтобы посмотреть, что с ними будет. Остров, который они бомбили, называется Бикини. Да, да, слышал. Слышал ты о таком? Французский дизайнер… Откуда и вообще пришли эти каракеты? Французский дизайнер в честь вот этой… На тот момент это была самая большая атомная бомба, взорвавшаяся. После этого Советский Союз взорвал самую большую, и после этого это наконец прекратилось. В честь праздника, ну как бы вот в честь вот этого взрыва, этой атомной бомбы, и вот бомбежки этого острова Бикини, он придумал вот этот купальник, острова это… А там просто ад. Я когда смотрел… Ну то есть я наткнулся… Ну там уроды… Арнис, это смотреть невозможно. Там документальный фильм, который идет два часа, я выключил его на 40-й минуте, потому что это, ну как бы если у тебя еще психосоматика, все… Ты смотришь и ты понимаешь, что это… Ну это мы думаем, что преступления войны, что они происходили там вот там в Наполеоновске, в эти времена, во времена Второй мировой войны, да они происходят сегодня, они сегодня в Йемене происходят, они по всему миру везде происходят. Да. Почему всем плевать? Почему так всем… Ну как, ну тем, которые сделали такой фильм, не плевать, тем, которые там страдают, не плевать, тем, которые, ну, позаботились о том, чтобы ты узнал о таком фильме, тоже, наверное, не плевать. Сто процентов, им, да. То есть есть некоторые, ну, я думаю, что пафос, построенный на, ну, на как бы заботе о поколении, или о народе, или о, там, как секс по… gender, как по-русски? Пол. Пол, на поле. Это ложный пафос, потому что он не индивидуален. Народ, поколение, географические некое место, пол – это все такие абстракции, которым заменяется настоящее чувство отвращения. Вот у тебя есть индивидуальное чувство отвращения к тому, как большие корпорации, как большие государства ведут себя в этом мире. Вот это настоящее. А то, что ты делаешь вывод про поколение, там, это все, ну… Я не то, что делаю вывод про поколение, смотри, я делаю связь, я делаю связь между вот этими событиями и возвращаясь к образованию. Я считаю, что этого не должно было бы быть, если бы образование делало бы свою должную вот-вот вклад, и в школах объяснялись бы эти вещи. А что объяснялось? Объяснялось бы, что пластик нельзя, пластмассу. Ты понимаешь, что мы все едим пластмассу, в яблоке пластмасса, в яблоке, в любом яблоке пластмасса. Потому что пластмасса, когда попадает в океан, разлагается на микропластик, этот микропластик едят рыбы, это фертилизуется, это все, то есть везде одна пластмасса, ты понимаешь? Слушай, как ты вот себя можешь нести в этом противном, страшном, ядовитом мире? Так я же знаю, какая моя цель в этом мире, и она простая, она его изменить. Я смотрю на таких людей, как ты, например, которые его меняют, понимаешь? Потому что твой вклад через Рига Слайкс, это сейчас не пафос, это сейчас не какие-то громкие слова, его сложно посчитать. Сложно посчитать, насколько ты поменял мышление скольких людей вот этим. Ты знаешь, что твой журнал «Мой ровесник»? Мы одногодки с ним, 93-го года. Ну, то есть латышская версия выходит. Латышская, ну да, то есть Рига Слайкс, вот этот энергетический позыв, вот этот «Месседж Космос», ему 28 лет. И я представляю, за сколько, если, ну вот меня он зацепил последние 10 лет, то что он в протяжении 28 лет делает? И вот это круто, и с этого надо брать примеры. То есть, ну, я могу так, знаешь, по примерам проходиться много, люди, которые меняют мир. И эта задача простая. И вот, что надо объяснять. Надо молодому поколению, которые в школах учатся, это объяснять. Ваша цель, они, у людей начинается экзистентальный кризис. Они ищут, вот, зачем я живу, что я здесь делаю, чтобы мир поменять. Вот и все, вот твоя первостепенная задача. У тебя есть право жизни, тебе Бог дал все, вот, ну, эту жизнь. Да, ты можешь ее как нигилист прожить, и тебя никто в этом не осудит. Ну, только твоя карма может быть, да. Но первостепенная задача, которую каждому человеку должны объяснять, измени этот мир. И он начинается с того, что ты меняешь себя. Ну, вот, ты даешь пример наш журнал и влияние его на состояние умов, ну, некого количества людей. Имей в виду, у нас никогда не было цели менять мир. Не было такой цели. Побочный эффект. Это, оказывается, побочный эффект. Ну, то есть, если ты прав, что мы кого-то в мышлении там повлияли и изменили, то это побочный эффект некого другого посыла, какого-то другого направления намерения. И я думаю, ну, то есть, я даже не могу придать этому такой содержательный вектор. Я бы сказал, что это следование тому, что вот меня и Олдеса интересует. Нас что-то задевает в этом мире. Интересно же. Интересный человек, интересная идея, интересный вопрос. Но в основном интересный человек. И мы, как бы, хотим присмотреться. И оказывается, что в интересном человеке есть такие подпольные разные аспекты, которые просто делают этот мир настолько богаче, что пластмассы Нестла, или там, ну, не успеешь обратить внимание, потому что интересно же, очень интересно. Я, ну, мне очень любимый человек Слава Полонина. Я вот в его «Желтой мельнице» провел несколько раз по несколько дней. И очень следую одному его такому, ну, не совету, а как бы посылу. Он говорит, что вот не надо менять этот мир. То есть не надо напрягаться на изменение мира. Надо создавать такой мир, такую среду, в которой ты хочешь жить. Вот в этом месте. Ну, ты все равно создаешь его. Да, да. Так, создавая среду, ты изменяешь общее пространство, потому что это создавая свой микроклимат. Да, 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 Мансур. Но тут же две совершенно разные вектора. Внутренняя воинственная настройка, что надо менять мир, это одна. А другая, а я хочу, я не буду с вами бороться, я вот тут создам такой мир, как я хочу. Не, ну, конечно, но это же есть, как это происходит. Я никогда не смог этого сделать, но Слава смог. Вот его желтая мельница – это мир, каким он хочет, вот чтобы человеческий мир был. Да, да, Арнис, мой ресторан – это мир, таким, каким я хочу его видеть. Как ты хочешь. Ну, прекрасно. Это проекция, любое намерение правильное всегда будет иметь добродетель. Всегда. Да, да, ну, наверное, да. Просто ты же согласен, что когда идешь против чего-то, ты как бы зависишь от того, против чего идешь. Ты, да, да, от этого импульса, да. И даже если ты решился идти против мира, то ты зависишь от того мира, против кого ты хочешь. Они идут против мира, они идут против мира. Нет, ну, смотри, ну, когда ты озабочен там пластикой, разными страшными делами, которые люди друг другу делают, это же постоянно. Я вот вчера читал про отца, который 4 года подряд изнасиловал свою не прямую дочь, а как бы дочь, ну, вот, женщины, с которой он жил. И вот там родился, ну, ребенок, умер через 3 месяца. Что же, ну, вот как, ну, как к этому относиться? Ну, это что, это тоже люди? Да. Это безумие. Да, ну, это вот это же, ну, вот, как бы... И такое безумие тоже может быть, понимаешь? У безумия бывает много разных форм. Да. И мы, как бы, ну, их можем вот на них смотреть, и они разные, они все ужасно, ну, они все одинаково будут для нас ужасны. Но правда, истина, она всегда прекрасна. Она всегда всем понятна и ясна. Тебе не надо объяснять красоту, тебе не надо объяснять людям, что такое счастье, потому что люди все и так понимают, что это что-то какое-то благостное ощущение. Не все его испытывают, не все его могут достичь, получить, но все его хотят. Никто не хочет... Такой, что ты думаешь насчет фразы «никто не хочет страдать»? Мне кажется, шляпа соломенная. Шляпа соломенная такая дырявая, знаешь, которая продывает все стороны. Есть люди, которые хотят страдать? Есть. И которые осознанно страдают, и других заставляют страдать. Такие своего рода, ну, какой-то вид такой, извращенства какого-то. Поэтому сказать, что все люди хотят быть счастливы, это непонятно. Ну, это только в декларации там... Да, в Америке. Да. По-моему, любые обобщения, в которых участвует фраза «все люди», «все» или «никто», они опасны. Как только я слышу, что что-то начинается, все люди, ну, можно дальше не слушать, стремятся к счастью, к знанию, там, избегают страданий. Все разные. Все, вообще, все равно вранье. Потому что все люди, мы ничего не можем, мы с тобой, ничего не можем сказать про всех людей. Сто процентов, да. И мы не знаем... Ну, вот мой дорогой учитель и друг Александр Моисеевич Пятигорский говорил, что человек от человека может отличаться больше, чем человек от крокодила. Ну, просто человек такое существо, что в нем разнообразие больше, чем во всем животном мире. Ну, что с этим делать? Ну, вот как-то... Ну, постараемся в этом мире жить, сохраняя интересы открытостью ума. В наше время человек человеку волк. Не волк, а вольт. Вольт. Который идет, знаешь, в основном, человеку вольт. Кто-то сказал эту фразу, и мне она очень понравилась. Да, человек, человеку вольт. Да, не знаю. Не знаю, не знаю. Я вот задумался лет пять назад о том, человек это вообще что такое? И есть у него какое-то, ну, свое место в этом мире или задача? Я понял, что это одно из самых таинственных, самых непонятных и самых изумительных и чудесных существ в этом ну, в космосе, в универсии, во Вселенной. Потому что диапазон, в котором человек существует, он ну, намного шире, чем вот все другие, не знаю, от насекомых до галактик. Человек сложнее и многограннее. Вот сегодня меня один человек убедил, что, я цитировал Сократа, что человек не для бега, что лошади для бега. Ну, человек не создан для бега. Меня убедили простым аргументом, что только человек может столько бегать. Нет ни одного животного, который может бегать 200 километров подряд. Нету таких животных. У Сейнбол поспорил бы с Сократом. У Сейнбол поспорил бы с Сократом. Ну, конечно. Потому что ему Богом дано так быстро бежать. Эти сомалийцы тоже там поспорили бы с Сократом, что что это такое? Мы бежим дольше, чем лошади и дольше, чем гепарды там и все это. То есть, я бы предложил тебе остановиться на этой идее. Ну, вот наш разговор остановить на этой идее, что человек это самое удивительное, самое таинственное, самое непонятное, самое, ну, как бы интересное существо. Его стоит исследовать. А скажи мне такое, для этого существа есть большее наслаждение, чем хороший разговор? Ну, есть некие удовольствия, которые сопоставимы с этим, но это одно из высших радостей. Одно из высших радостей. Мне кажется, это единственное, которое можно растянуть. Ну, да, 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 да. Я готов с этим согласиться. Спасибо тебе большое, Арнис. Арнис, я в заключении. В заключении хочу тебе сказать, что, вот говоря ранее, что ты много очень эмоций меня заставил испытать, я тебя хотел поблагодарить искренне за одну очень сильную эмоцию, которую я испытал, не помню, лет 7-8 назад, когда ты сказал мне, что тебе нечему у меня учиться. Это был очень сильный для меня урок. И то, как я увидел свое эго в том моменте, мы больше с ним никогда так не встречались, как тогда. А вот так, да? Я думаю, конечно, это все обстоятельно тому, что ты сказал это при моем отце и про моем младшем брате, при двух самых сильных авторитетах в моей жизни. Я помню эту ситуацию. И это поэтому вылетело вот это эго из меня, понимаешь? И когда я возвращаюсь, я понимаю, насколько это был важный момент в моей жизни. Поэтому я тебя хочу от души за это поблагодарить. Спасибо, Монсор. Спасибо за разговор. Это еще не все. Спасибо, Монсор. От души, Арнис. От души. Спасибо тебе большое. Я думаю, что все, кто смотрел все это время на этот большой гонг, в конце просто был бы счастлив, если ты в него ударил бы. А я с удовольствием это сделал. Мне очень нравится ударять в гонг. Чтобы наш мессер и вот эту встречу просто в космос спустить. Мне очень, да, да. Это мне очень нравится. Спасибо большое всем, кто принимал участие. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо всем зрителям, кто это посмотрит. Арнис уже вышел, но я думаю, что я попрошу его подписать один из экземпляров Рига Слайкс. Это будет не просто экземпляр Рига Слайкс, который можно в магазине пойти купить, а это будет, например, 10-летней давности Рига Слайкс, где прекрасные просто собраны разговоры. Он их подпишет и человек… Дай мне вопрос, на который человек должен написать комментарий, по которому мы определим, кому достанется тобой подписанный Рига Слайкс журнал. Но ты выберешь из ответов, да? Да, да. Ну вот выбери лучший ответ, ну самый интересный для тебя в ответ на вопрос, какую музыку вы хотели бы, чтобы в ожидании ребенка слушала мать вашего ребенка, или вообще женщина, если это к женщине, то какую музыку вы бы предпочли для развития своего ребенка внутри вас? и к мужчинам вопрос, какую музыку вы бы хотели, чтобы женщина, ожидающая от вас ребенка, слушала бы во время его развития? Очень интересный вопрос. У меня есть очень близкий друг, который ожидает, и я бы вот прям сейчас хочу направить ему этот вопрос. Вот, вот, и вот самый интересный для тебя ответ, и передашь автору в ответ журнал. Спасибо большое. Надеюсь, что мы встретимся с вами через неделю. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok